Результативное начало спортивного года в легкоатлетическом манеже Новочебоксарска разыграли награды всероссийских соревнований на Кубок Главы Чувашии. Фаворитам сборной республики удалось показать лучшие результаты сезона. Подробности у Дмитрия Ковалева. В спортивном манеже Новочебоксарска легкоатлеты со всех регионов ПФО. Кубок Главы региона проходит вот уже седьмой год подряд в рамках чемпионата и первенства округа. В программе турнира 9 финалов. Чемпионат округа и Кубок Главы Чувашии по сути открывает новый спортивный год для легкоатлетов. В эти дни в Новочебоксарске за медали борются более 800 человек. Всего будет разыграно порядка 40 комплектов наград. Готовитесь? Готовимся. Нет, у вас все возможности есть, потенциалы есть для того, чтобы выйти, пробежаться, прыгнуть соответственно и победить. Чувашская команда не подкачала. Спортсмены республики завоевали 9 медалей, причем сразу 5 высшей пробы. Екатерина Ишова одержала победу в забеге на 3 километра. Девушке удалось установить рекорд сезона в Европе. Домашняя медаль дорогого стоит. Не хватает конкуренции. Я думала, что приедут девочки сюда кое-какие, но с самого начала я уже насрала сама бежать, честно говоря. На этой же дистанции награду высшей пробы завоевал и другой спортсмен из Чувашии Сергей Петров. Лучшая среди спринтеров Марина Максимова. В забеге на 800 метров победа за Верой Васильевой. Чемпионы получают медали, а опытным легкоатлетом глава региона вручил знаки мастеров спорта. И спортсменам есть на кого равняться. Неоднократный чемпион Европы, звезда команды республики Анжелика Сидорова не оставила соперницам ни единого шанса. Старты в Новочебоксарске для хозяйки зала стали поводом подтвердить статус лидера страны. После заявка на планку 4 метра 85 сантиметров. Эту высоту Анжелика взяла с первой попытки, показав лучший результат сезона в мире. Побить такой рекорд – непростая задача. Сегодня получилось даже больше, чем я планировала, поэтому остался очень доволен. Будем выступать на всех российских стартах, которые будут. Но, конечно же, заветная цель легкоатлетов – международные старты. Допуск после скандала с допингом российская команда может получить уже в этом году. Ребята сейчас все находятся в очень хорошем состоянии. Вот, к примеру, даже сегодня Александр Меньков прыгал 8-15 в длину. Для начала сезона это очень хороший результат. Также Катя Конева в конце, точнее, 2018 года уже начала сезон. Также Данил Цеплаков и многие другие. Понаблюдать за ходом турнира приехала и журналист азиатской редакции Международного агентства «Спутник» Асука Токуяма. Гостью из страны восходящего солнца поразили спортивные успехи региона. Спорт очень распространен. Среди обительных людей всем доступен спорт. Хорошие санатории, здесь свежий воздух и хорошее устроение от здоровья. По итогам поездки в республику Асука Токуяма намерена подготовить и большую статью. На вопросы журналиста ответил глава региона. Касаясь экономики, мы сильны организациями электротехнического гластера. Сегодня практически вся автоматика, вся защита, которая в Российской Федерации есть, в Российской энергетической системе, в нашей организации. Открыли прекрасный завод по производству цистерн, где чрезвычайный полномоченный посол в Японии, в Российской Федерации, побывал с бизнесменами. Михаил Игнатьев в этом году и сам планирует посетить страну восходящего солнца в составе официальной делегации. Главная задача определить пути двухстороннего взаимодействия региона с японскими префектурами. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.